Всех приветствую, мои родные и любимые христолюбчики, братцы и сестры во Христе, все люди на Земле, все, кто случайно или специально попал на это видео, на этот мой ролик или на мой непосредственно канал на Ютубе или на мой сайт в интернете, через поисковые системы или еще как-то, или кто-то с вами поделился по ссылочке. Всех я приветствую, всем желаю всякого блага, добра, любви, всего самого-самого наилучшего, что только есть в этой жизни, чтобы все у вас было хорошо и в семьях ваших, а прежде всего, чтобы все у вас было отлично в душах ваших, в сердцах ваших, мир, любовь и радость и терпение, чтобы все-все у вас было отлично. Меня зовут Кузнецов Дмитрий Евгеньевич, в интернете известен как Христолюб. У меня есть несколько авторских каналов христианских на Ютубе, это один из них, называется Христолюб проповеди или голоса пьющего в пустыне. Есть у меня сайт в интернете христолюб.ру, который в принципе является совокупностью всех этих четырех каналов. Ну, а этот ролик в частности будет посвящен инструкции или обзору канала, чтобы вы поняли о чем идет речь, как им пользоваться. Как я уже говорил, возможно даже эта инструкция четвертая, я уже к трем каналам все записал, это последняя. Я, возможно, буду говорить какие-то даже банальные вещи для многих опытных пользователей, простые. Но мне хочется, что я знаю, поделиться, рассказать, чтобы тем, кто, может быть, впервые касается интернета, Ютуба, разные еще, еще есть поколения. Так, шутя скажу, надеюсь, никто не обидится динозавров, да, то есть все мы разные. Я сам, в принципе, уверенный пользователь, но мне далеко там до программирования, еще чего-то, да. Я слабо, я разбираюсь в железе, как это говорят, но вот пользователь достаточно уверенный. Ну и мне хочется, опять же, для кого и пользовательское ютубер-юзерство использования его является сложным, мне хотелось бы какие-то вот эти вот вещи показать, рассказать. Ну и давайте приступим. Ну, ютуб-канал, он всегда выглядит, так скажем, одинаково, да. Это всегда заглавная шапочка с какой-то картинкой, говорящей, или что там человек хочет показать на ней. Ну, у меня вот она такая, какая есть, на всех каналах разная. Ну, канал, как я сказал, посвящен проповеди христианства, истинного учения Иисуса Христа, Бога, 2000 тому назад, лет тому назад, Богу, явившемуся во плоти и открывшему нам истину и дав абсолютный, совершенный путь познания Бога и себя. В этой шапочке есть такое активное поле, где любой автор канала может разместить какие-то активные ссылки. Ну, прежде всего, всегда это обычно делается сайт, если есть у человека, и, ну, тут всего четыре иконочки дают возможность ютуб. В основном это все делают ссылки на социальные сети. Ну, в принципе, любую ссылку можно разместить, но по классику жанра все делают так. То же самое, дублеж у нас идет, есть, ну, дальше давайте посмотрим, идет всегда иконка канала и название его, как я уже сказал, этот мой канал называется Христалю проповеди или голоса пьющего в пустыне. Есть количество число подписчиков, если указывает автор, чтобы показывать всем возможность подписаться и поставить колокольчик и уведомление, чтобы вам приходили вовремя все оповещения о том, что человек загрузил видео и предстоит скоро трансляция, о всех прямых трансляциях. Вот, все приходит в уведомлениях и во время публикации видеоролика, если автор ставил какое-то время заблаговременно, то вам придет еще и за полчаса уведомление о том, что ролик выходит. Всем рекомендую все это, если вам будет после этого ролика интересно поприсутствовать хотя бы некоторое время на одном из моих каналов, то подписывайтесь и жмите на колокольчик. Ну, а тем, кто давно или недавно меня смотрит и как-то расположен к моему творчеству, то я хочу сказать, что все вот эти действия, любые активные действия на сайте, на канале, они всегда очень положительно влияют на продвижение канала, на продвижение того контента, который в нем есть. Поэтому, кто еще тоже из подписчиков не нажал, не включил колокол, как его ребята, многие блогеры называют, вечных уведомлений, то нажимайте. Дальше на любом YouTube-канале идет такое горизонтальное меню, ну, классическое. Главная страница, которая, в принципе, дублирует все вот эти горизонтальные меню, потому что дальше на YouTube-канале можно делать на главной странице разделы, о чем мы сейчас позже и поговорим. Дальше идет раздел видео, он же идет вот дубляжом сразу первым. Каждый блогер может по-разному, конечно, вот эту же главную страницу настраивать, ну, я по сути стараюсь продублировать это горизонтальное меню, только разложить его вертикально, то есть все видео, и здесь все видео, это все видео по порядку упускаемые. Естественно, кликнув по разделу видео, вы там сможете до конца долетать, долистать и посмотреть все, что было у этого данного автора, все видео. Ну, естественно, здесь они выходят по мере публикации, слева направо, это вот последний ролик. Дальше у нас идет раздел плейлисты, я обычно начинал справа налево, но в этот раз я, можно сказать, слева направо пошел. Плейлисты это все ролики на YouTube, есть возможность, то есть два вида группировок. Первый это в плейлисты и еще сами плейлисты можно составлять в разделы, вот то, чем я сейчас ниже вам и покажу. И там же в плейлисты, если зайти, тоже можно выбрать конкретно раздел, но на главной странице это более визуально лучше сделано, поэтому мы еще к этим меню вернемся, я пока просто пробегаюсь. Каналы, ну, здесь вы можете увидеть все каналы, которые есть у автора или которые он рекомендует. Они также дублируются вот здесь, эти каналы вы видите справа, такая уже вертикальная колонка, и можно продублировать, ну, это по желанию, говорю, опять автора, еще и вот здесь создать раздел со всеми каналами автора. Сразу покажу на сайте, на моем, есть тоже, точно так же в горизонтальном этом меню у меня есть раздел YouTube, ну, он есть и здесь, есть он естественно и в меню всплывающем для мобильных устройств, есть он естественно и вот всплывающее меню всегда в самом низу, на мобильном устройстве есть точно такая же дублированная кнопочка и есть естественно вот в гамбургере, пожалуйста, тоже можно открыть, всегда переключить. Так, и если по ней мы кликаем, мы переходим на страницу YouTube, где у меня здесь все эти четыре канала, такая краткая тоже инструкция есть у меня. Да что ж такое, я не туда кликаю. Вот, у меня уже записан обзор на канал Житие, на канал Беседы, на канал Библия и чтение иных писаний и вот у меня осталось записать на канал Проповеди, здесь будут значки все в одном стиле, так сделаны, это обзор каналов. Ну, возвращаемся на наш канал именно Проповеди, то есть все каналы, они продублированы. Есть раздел обсуждения, я, если честно, им не пользуюсь, ну, что-то типа такого тоже, комментариев к каналу Живого общения. Есть раздел о канале и вот к нему-то мы уже тоже переходим и начнем с него. Когда мы по нему кликаем, это давайте поучистим, что мы видим, любой канал, он состоит из классического, так скажем, содержания. Ну, есть статистика, то есть можно посмотреть дата регистрации, но опять же, это не обязательно дата открытия канала, а именно, может быть, у человека просто аккаунт очень давно, но канал он ведет недавно. Сколько всего просмотров. Дальше идет у нас описание, такое достаточно краткое, здесь не так много можно поместить, есть немножечко. Точно так же я дублирую все ссылки на все эти свои четыре канала, на Яндекс.Зен на канал и даю свои контакты. Также можно, кто желает поддержать мое служение, есть ссылка на... ну, она, естественно, есть и на сайте, тоже везде поддержать. Конечно же, тоже везде есть и контакт. Ну, меню дублируется, есть оно, естественно, и в гамбургере. Все тут можно всегда найти и поддержать служение. Ну, и мой тут лозунг «Христолюб тот, кто, познав через Христа, что Бог есть любовь, любит всех». Внизу есть дополнительная информация, она состоит из страны, ну, получается, в основном языка, на котором пишутся ролики, и можно узнать адрес электронной почты автора, если он его дает. Вот, она закрыта, сама ссылка, ну, написано «Показать адрес электронной почты». Вы кликайте, жмете «Я не робот», отправляете и получаете ваш адрес электронной почты. Ну, у меня все, я стараюсь приводить к одному аккаунту. Адрес тоже достаточно простой, если вы потом запомните и сайт, который у вас наверху, он есть, видимо, «христолюбсобака.gmail.com». Ну, и внизу идут дополнительно ссылки. Ну, это как раз те ссылки, которые вот здесь, вот вверху, в этой шапочке, вот тут справа отображаются. Ну, единственное, YouTube сделал, что из всех, сколько бы ты их не надавал, хоть сто штук, помимо вот этой сайта, отобразится еще четыре иконки с дополнительными ссылками. А так, у меня есть ссылки, ну, и вообще представлен, так скажем, я обитаю во всех соцсетях, ну, стараюсь во всех, вот, ну, какими-то активно пользуюсь, какими-то их нет, есть и одноклассники, Инстаграм, и Фейсбук, и ВК, и Ватсап, и сюда добавил, и Твиттер, и Телеграм. Вот, то есть связаться со мной можно как угодно, все, я ни от кого не прячусь, люблю новое общение, новое знакомство. Вот, так что, пожалуйста, добавляйтесь в друзья, пишите, но об этом я еще скажу, да. Мне хочется сказать вам о такой маленькой фишечке, кому-то она может пригодиться. Помимо верхнего вот этого вот поиска на YouTube, в который вы что-то ищете, всегда непосредственно на канале, мне многие знают, видите, тут тоже есть лупа, линза, как угодно и назвать. И здесь точно так же можно вводить и найти ролики непосредственно по тому, что человек ищет, да. То есть мы, ну что ищем, да, ну давайте Бог, вот вводим, да. И выходит, вы видите, все ролики, в которых есть слово Бог сначала в названии. То есть если вам автор дает ссылку, вот он там не помнит, говорит, слушайте, я помню, записал там, ну надо было какой-нибудь редкий ролик там, я не знаю, с каким-нибудь редким названием, чтобы у меня их немного выскочило. Конечно же, со словом Бог, тем более в названии, на моем христианском авторском сайте выйдет много, вы видите, да. Но они тоже могут закончиться. И когда они закончатся, ну я говорю, со словом Бог, у меня, наверное, много роликов, которые в названии. Вам, конечно, выйдут и все ролики, которые в описании. Но если вам человек говорит, слушай, у меня есть что-то там вот, там, не знаю, о сущности бытия, да, и он помнит, что он приблизительно так называется. То есть вы можете это ввести и найти то, что вам требуется тот ролик. Потому что, конечно же, у автора, у которого много разнообразных, разнообразного контента, то ему тяжело давать всегда ссылки. Он, конечно, сам может вам найти и подать там потом эту ссылку, но не всегда. Иногда в ролике просто упоминается хотя бы приблизительное название. Давайте теперь рассмотрим. Здесь, в общем-то, все понятно. Справа налево давайте вернемся. Ну вот каналы я вам показывал, то здесь просто еще дополнительно опять дублируется. Причем дублируется вот это вот вертикальное меню и то нижнее горизонтальное, которое я вам показал на главной. Поэтому их можно по-разному назвать или одинаково. Если по-разному видно отличие, если одинаково, даже отличие будет не видно. Это все каналы автора. Ну или какие каналы он может рекомендовать, они тоже здесь будут. Давайте посмотрим, что у нас с плейлистами. Плейлисты. Естественно, можно нажать все плейлисты и увидеть их по все плейлисты, которые есть у автора. Если кликнуть вот по этой ссылочке, то тут всплывут вот эти вот разделы, которые на главной собраны. То есть у меня, в принципе, здесь три раздела. Проповеди христолюбца по темам. Проповеди христолюбца. То есть я плейлисты еще, которые... Я еще их сгруппировал в разделы, чтобы было удобно. То есть по темам, по годам, так как уже больше трех лет я этим занимаюсь. Скоро будет 2020 год. То есть еще новый раздел, раздел, да, появится. Ну, плейлист появится, и я его в раздел добавлю. И основные плейлисты моих каналов. Я все так делаю. Это и здесь, конечно же, дублируется все. На видео, как я вам уже показывал, все ролики сверху вниз. Можно, конечно, автора долистать до конца и найти его самый первый ролик, когда он записал, да? Но мы этого с вами не делать не будем. На этом канале у меня уже более 300 видео. Поэтому мы с вами только посмотрим сейчас еще главную страницу. Как я сказал, она вот, в принципе, конечно же, выглядит точно так же, по сути, как и плейлисты. Но, как мы видим, здесь и загружены видео. Давайте еще раз смотреть. То есть у нас идет видео. Это дублеж вот этого видеораздела из горизонтального меню. Дальше идет, вот как я вам говорил, три раздела. Ну, два, можно сказать. На этом канале у меня два раздела. То есть я просто плейлисты группирую по темам и по годам. Вот плейлист, раздел по годам. У меня всего здесь четыре плейлиста. То есть общий, где все проповеди собраны тоже, чтобы было проще делиться. Можно, конечно, человеку дать ссылку на канал сам, а можно вот поделиться этой ссылкой на сам плейлист, где вот у меня 267 роликов. И вот у меня идет по годам. Девятнадцатый год, ну, скоро здесь двадцатый появится. Восемнадцатый и семнадцатый, когда я начал. Ну, и завершающий плейлист. Ответы на вопросы. Здесь 43 видео. Последний раздел, он, так скажем, есть у меня тоже на всех каналах. Основные плейлисты с моих каналов. То есть это просто пересылки. То есть у меня есть канал Live. Соответственно, здесь есть плейлист о себе, да. На этом же Live канале у меня есть... Когда-то это был здесь плейлист. Я его перенес туда. Эти ролики буду писать там. Это помощь начинающему ютуберу. И неважно, в принципе, христианскими он там какими-то проповедями будет. Будем заниматься. Ну, или просто около что-то, близко этого. Ну, или вообще другими. Вот. Ну, я там даю, конечно же, и технические рекомендации. Но прежде всего я там даю еще и какие-то свои... Делюсь своим опытом. Вот именно ютуберского проповедания, так скажем. Плейлист помощь людям нуждающимся. То есть, можно сказать, здесь помощь духовная, да. Здесь помощь для тела. Опять же, этот плейлист когда-то был здесь. И много роликов было записано именно на этом канале. Но сейчас я перенял на свой авторский лайв-канал, да. И буду все ролики там писать. И поэтому плейлист вы видите всегда. Откуда он вот здесь можно увидеть? Это с другого канала. Это с Христолюб Лайфа. Есть канал беседы. Поэтому здесь стоит плейлист беседы Христолюбца. 28 роликов. Ну, и дальше у меня там еще плейлисты. Это Новый Завет. И если мы вот так чуть-чуть прокрутим, мы здесь увидим и Ветхий Завет. Ну, и опять я продублировал плейлист «Все проповеди Христолюбца». И теперь я вам хочу более подробненько, достаточно быстренько поговорить о самом важном разделе. Или это вот проповеди Христолюбца по темам. Давайте мы это все очистим. Когда вы по нему вот сюда кликните, по этому разделу, да, вы перейдете в сам раздел. Он у вас откроется. Этим разделом, кстати, тоже можно поделиться, да, в ссылку из адресной строки браузера. И вот вам откроется великолепный вид, да, на все мои плейлисты. Сейчас мы по ним пробежимся. Вообще, все-таки, я все-таки, все-таки, все-таки вынужден сказать о другом своем канале. Неважно, ролик может чуть-чуть затянется. То есть каналов у меня еще раз четыре, да. То есть канал о моей жизни, на который я все вынес. Там я и какие-то бытовые вещи снимаю, и вот какие-то в помощь блогерам, и в помощь нуждающимся. Я говорю о своей жизни, я там, если где-то что-то попутешествовал, походил. Но блогер привыкает, у него везде камера, он бывает делится какими-то самыми простыми вещами. Есть канал, я беседую с разными людьми, христианами, нехристианами. Если люди желают эти проповеди, не проповеди, а беседы выкладывать, я выкладываю. И два таких более массивных канала. Это канал, который вы сейчас видите на экране, это Христолюб, Библия и Иные Писания. Ну, я так назвал сокращенно, но когда говорю длинно, то употребляю такую фразу, что Христолюб чтение Библии и Иных Писаний. То есть здесь я последовательно читаю книги, да. Здесь у меня уже записан целиком на этом канале новый завет, кто знает. Сейчас мы даже читаем по второму кругу уже. Уже прочитали Марка, потихонечку читаем Матфея. Параллельно я записываю и все силы бросаю на Ветхий Завет. Половину мы осилили, то есть с книги Бытия по последнюю книгу Царства уже все записано. В принципе, осталось как бы немного. Это пророки, псалмы, притчи Соломон, я тоже называю пророками. Ну, по объему они правда ровно такие же, как все вот эти книги с Библии, с Бытие по Царству, да. Поэтому, в принципе, за полгода я записал вот эту половину, Ветхий Завет еще полгода и будет записана вторая половина. И знаете, когда-то я, почему говорю, сегодняшний ролик будет полезен и тем, кто подписан и меня смотрит. Вот это все, конечно, когда-то сумбурно, я все стараюсь приводить всегда в порядочек. И на этом канале я тоже когда-то по темам разделял еще ролики. Ну, сами понимаете, да, одно дело последовательно читать. Но в каждом ролике ты говоришь на какие-то темы, их бы можно было бы выделить. Ты говоришь о теле Христовом, о заповедях, о спасении, о суде там, о конкретной заповеди, любви, терпения, мира, радости, да. И когда я стал вот на этом проповеди, на котором вы сейчас и смотрите, обзор канала. Если на проповедях у меня, естественно, я говорил какое-то слово, как это многие люди делают, посвящено какой-то достаточно узкой теме, да. И, естественно, там эти ролики я сразу стал создавать плейлисты и раскидывать, да. То здесь, когда ты читаешь Писание, конечно же, помимо последовательного сбора и на канале Христалю Библия, когда вы перейдете, вы тоже увидите. Вот я недавно записал сам обзор. Естественно, тут тоже у меня все поделено. Ну, то есть, есть раздел Библии, Новый Завет, все плейлисты, конечно же, собранные книги, собранные в отдельные плейлисты. Там Евангелие от Марка, Матфея, Иоанна, Луки и так весь Новый Завет. То же самое по Ветхому Завету. То же самое, если я читаю Апокрифы Ветхого или Нового Завета. Они все собраны. И здесь еще был, буквально в том ролике, вы увидите, хорошо, что он останется. У меня тоже был раздел Темы. Вот. И у меня получилось такое задваивание. Я вроде бы и здесь эти темы делаю. Стараясь еще ролики, которые я в плейлист, допустим, записал. Марка, вторую главу, да. Я ее, конечно же, добавил в Евангелие от Марка в плейлист. Конечно же, добавил, есть общий плейлист Нового Завета, где вообще все книги даже последовательно собраны. Естественно, туда я дубляжом делаю. И я добавлял, если какая-то тема важна, и ролик можно как-то отделить. Я делал плейлист, ну, допустим, семья, да. Там речь о разводе была. И старался туда ролик. Но опять же, я иногда об этой же семье, о разводе могу сказать и на проповеди. И у меня получалось задвоение. На сегодняшний год, на сегодняшний день, 19 ноября 2019 года, к чему я пришел и что мы сейчас с вами увидим. Так как я теперь этот проповеди, он вообще когда-то лайв у меня назывался, теперь уже лайв отдельно, этот проповеди. Здесь вы больше не увидите ничего, кроме вот действительно проповеди, да. Не буду я сюда вот именно какие-то свои личные там вот эти будни выкладывать, да, путешествия. Здесь, конечно, ролики многие остались старые. И я их не удалял и не перезаливал заново на лайв. Я просто их оставил по ссылкам. Я говорю, там сформировал новые плейлисты. Там уже буду писать, конечно, ролики именно там, выгружать на том же самом лайве, да. Вот. Но старые, конечно же, останутся здесь. Поэтому, грубо говоря, если вы сейчас перейдете по тому же самому плейлисту, о котором я рассказывал, где помощь начинающему ютуберу или христианскому проповеднику, вы на том же лайве ни одного ролика не найдете, но вы увидите плейлист на этом лайве созданном, да. Но все ролики туда просто кто знает. В принципе, в плейлисты можно добавлять любые ролики из ютуба. Кого-то, кого тебе понравились еще. И они в плейлисте собираются. Вот. Поэтому я, естественно, сделал точно так же. Будущие ролики уже будут именно с того канала и в том плейлисте этого канала. Но сейчас они будут, как говорится, пересылка отсюда идти. И на этом канале больше я не буду выкладывать. Я говорю, ни о каких-то нуждах, да, ни духовных, вот получается, ни телесных, да, людей. Не буду о жизни выкладывать. И уже, так как я оттуда убрал темы, но, если раньше, я знаете, я старался говорить на этом проповеди, или кто знает, меня давно смотрит. Кто-то, вот, может быть, впервые этот ролик смотрит. Я поэтому представляюсь и пытаюсь как-то оформить это. То есть я говорил в свободной форме и практически даже не обращался к писанию или какими-то небольшими фразами, да. Старался не загружать текстами. На экране обычно просто мой лик во весь экран. Я просто что-то говорю или гуляю даже, или вот дома, и неважно, где-то на диване, или вот перед компьютером могу. Но, в основном, старался менять вот именно атмосферу, потому что как раз на Библии, кто знает, я вот так вот сижу и в таком формате с текстом на экране. Давайте любой откроем сейчас сайт, кто знает, как это проходит. То есть с текстом на экране мы уже читаем писание, я сразу показываю все, рассказываю, да. Вот. То на лайв я постарался таким образом чуть-чуть людям дать такую легкую молочную пищу, да, на более простом языке говорить, да, писание бывает тяжело читаем, надо вникать. Вот. Много пересылок. То я как бы отделил его и стал вот там такого формата ролики писать. Но на сегодняшний день к чему я пришел? Что даже на... На том, где мы читаем Библию, там тоже достаточно роликов. По два ролика я бывает в день выпускаю, по Ветховым, по Новому Завету, да. И вот эти вот даже ролики, которые я выпускаю, даже там я выпускал, знаете, как я делал, то есть не только читал, а уже действительно брал какую-то тему. Но не просто там две-три фразы или просто они у меня с ус соскакивают, потому что я достаточно дословно знаю Писание и Нового, и даже Ветхого Завета. То я на Библии записывал более такие, все-таки твердую пищу, глубокий ролик, потому что я уже мог даже, даже посвящая ролик какой-то теме, ну действительно брать большое место Писания. Или даже несколько мест, пять десяток мог привести цитат, причем не вырванных там по два-три слова, кто знает, а большими эпизодическими кусками или большими речами, если это речи там апостолов или еще что-то, да. Вот, и я думал, что их не выкладывать туда, но на сегодняшний день я пришел к чему, что на Библии теперь я буду просто читать, неважно какие Писания, мы с вами потом потихоньку я рассказывал, перейдем на разные, почитаем что-то из предания, из разной древней литературы, что это интересно, и художественную литературу некоторую почитаем. То есть там мы будем просто читать, конечно, рассуждаем, там будет у вас всегда текст на экране, вам никуда не надо будет в принципе лезть дополнительно, вы все можете посмотреть, я стараюсь в более-менее нормальном качестве писать, чтобы это было все смотрибельно, читабельно. Вот, а на проповеди, вы знаете, я, конечно, теперь перейду немножко в двойной формат тоже такой, да, иногда я буду говорить и в свободе слова, да, особенно где нет, есть некоторые темы, вот, ну, ближайший ролик о спорте хочу записать, вы его увидите, да. Вы знаете, что о спорте мы ничего вообще не найдем, даже не то, что в Новом Завете, в Ветхом-то ничего не найдем, да, то есть мы можем дофантазировать на какие-то места писания, но понятно, что очевидных таких ответов на этот вопрос нет, там, заниматься, не заниматься, какими видами, да, вот. То есть, понятно, остается такой же простой формат, когда я просто где-то, я говорю, могу гулять, находиться на улице или дома, я говорю, на диване сидеть, на балконе стоять, да пусть даже в этом кресле сидеть, нужно более так расслабленное, а просто о чем-то поговорить, да, ну, естественно, связано с проповедью все-таки истины, Евангелия. Но на этом же канале я буду выкладывать и достаточно такие уже более, я говорю, для взрослых пищу, да, где мы все-таки уже такие есть уже, потому что последние где-то три месяца я так и делаю, то есть я уже сюда и выкладываю те ролики, когда я все-таки сижу вот именно в этом кресле в своем, да, непосредственно перед компьютером, когда я вижу, точно так же делюсь экраном, и мы все-таки смотрим, собираем эти концентрационные места, допустим, концентрируем всех, в одном месте какие-то, там, 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 и именно я пишу проповедь, действительно, но просто основываясь на большом количестве мест писания. Выкладывать их теперь я буду здесь точно без, если раньше я колебался, теперь я к этому пришел, то есть у нас будет просто свобода слова, там редко что-то у вас на экране, стараюсь так какую-то иллюстрацию, может, надо поставить, ну, кто видел, знает уже, кто нет, познакомитесь попозже. Будет вот такие концентрационные информации подачи из писания, и еще вот в эти же самые плейлисты теперь все, что я на Библии записываю и понимаю, что ролик можно действительно, тем более, кто знает, вот именно, когда мы стали писать, ну, я стал писать, вы стали смотреть и слушать и читать все это, то второй круг Нового Завета, если первый я читал достаточно большими кусками, да, чтобы показать такие окоемочные глобальные вещи с высоты птичьего полета, да, то второй круг, вот даже мы читаем, я уже действительно специально иногда беру более мелкие кусочки, да, я стараюсь не терять красные нитки, которые показаны в писании, там, неважно, Иисус это говорил, или в апостолах мы читать будем, в пророках, вот. Вот, конечно же, я стараюсь все равно это тянуть, эти мысли какие-то большие, основные мысли, как красные линии называют, красной ниточкой, проходящей на все, может быть, даже всего Евангелия, или самой истины, да, но все-таки я стараюсь теперь писать на, как, ну, по возможности, не вырывая, чтобы это было максимально, если это законченная даже какая-то фраза, бывает она так отдельно стоит, что можно себе позволить взять ее отдельно и поговорить об этом, и записать вот такой ролик. Но я его пишу на Библии все-таки, где я последовательно читаю это писание, и я эти ролики, вот точно так же, как и на другие каналы, буду вставлять в эти плейлисты, то есть у меня не будет плейлистов по темам на Библии, я говорю, я их все полностью закрыл, какие старые были, больше их не буду не создавать, ничего добавлять, какие были сюда перенес, в каком плане, плейлист нельзя перенести, то есть я создаю здесь новый плейлист, и уже оттуда, потому что у меня были дублированные плейлисты, были, наоборот, там, которых нет здесь на проповеди и Библии, и наоборот, на проповеди, которых не было на Библии, теперь я все это здесь подсобрал к сегодняшнему дню, сейчас я хочу, я говорю, на проповеди, наверное, самый длинный получится обзор, но вот мне хочется сказать, хотя на Библии тоже немаленький получился, во-первых, я хочу к сайту вернуться, и по сайту, в принципе, уже закончить, то есть на сайте есть у меня вот, естественно, вверху, вот здесь вы тоже видите, есть проповеди, и вот всплывают все эти, которые я разделяю, поэтому, ну, естественно, они есть в мобильном меню, ну, им также вот можно и на десктопе пользоваться, но на мобильном меню горизонтальное сворачивается, вы его не увидите, поэтому доступно вот этот вот, как он называется еще гамбургер, да, три палочки, здесь, когда вы переходите, вот давайте в любую перейдем, посмотрим, вот человек и реинкарнация, вот он мой, моя страничка, да, которой я пользуюсь, вот я тут собрал все, что касается человеков, я сейчас не буду вам по сайту рассказывать, но вот так это приблизительно выглядит, да, естественно, по сути, вот эти все проповеди, вот здесь, которые темы, если мы кликнем по проповеди, они еще откроются и вот в таком вот виде, то есть их здесь все можно увидеть, да, все их, то, что я их собираю, они по сути являются дубляжом вот этих вот плейлистов на канале проповеди, не зря они так и называются, хотя еще не совсем, то есть я сейчас заново там кое-что делаю по сайту, это все в процессе, но потихонечку мы придем, с сайтом я сегодня больше вас не буду утруждать, да, все, что я хочу вам показать еще раз, что у меня тут есть сам сайт, ссылка у вас, адрес наверху, через это горизонтальное меню все разберетесь и в верхнем вот вы видите правом углу есть такой синенький вопросик, неважно, он виден и на мобильном меню и здесь, когда вы по нему кликаете, вам всплывает ролик, именно обзор сайта, поэтому я больше ничего рассказывать не буду, вы уже сами все узнаете, в мобильной версии то же самое, вот он, он виден, по нему кликнув, вы точно так же откроете этот видео, обзор сайта, уже по сайту вы все сможете посмотреть и узнать. На этом с сайтом все, мы с вами возвращаемся на сам канал, YouTube канал и пробежимся, я кратко, единственное, давайте по сайту, еще знаете, что я зачитаю, то у меня всегда здесь есть краткое определение, канал и вот этот вот ролик обзора, давайте прочитаем, что я написал к каналу Христолюб проповеди. Проповеди Христолюбца, это мои христианские авторские видеоролики о пути истинной жизни во Христе Иисусе по его учению и примеру жизни, оставленном нам в Евангелии, о тщательном исполнении заповеди Иисуса Христа, о христианстве, его сути и искажениях и вообще обо всем, что связано с христианством истинной жизнью. Ну вы помните, Иисус сказал, я есть путь истинной жизни, поэтому я так написал, что это мои христианские видеоролики о пути истинной жизни, я есть путь истинной жизни, да, о пути истинной евангельской жизни. Все видео сгруппированы по темам и на страницах сайта сопровождены цитатами из писания Ветхого и Нового Завета. Всем желаю приятного и назидательного просмотра моих видеороликов, после которых вы уже никогда не останетесь прежними. Ну здесь есть всегда ссылка на сам канал и в ролике на ютубе, если вы тут кликните, это в принципе тоже сам плейлист, который весь общий. Вы можете прямо здесь смотреть все ролики, но это вряд ли будет удобно. Ну опять же, вы можете кликнуть по, если начнете смотреть по ютубу вот сюда, и вы перейдете вот на этот плейлист самый большой, мы о котором сейчас поговорим. Ну естественно кликнув по этой ссылке вы перейдете на сам канал проповеди. На этом по сайту все, давайте смотреть канал. Ну на канале у нас проповеди Христолюбца по темам, какие мы видим. Ну естественно первый лист, я говорю, это можно сказать отображение вот этого вот меню видео, это все от начала видеоролики от первого до последнего. Но опять же, если вам в чем разница, если я вам показал, вот даже когда мы кликаем по видео, их там до бесконечное количество вниз, допустим, их смотреть неудобно, вы будете по одному, то в чем плюс плейлиста? Вы его когда как раз откроете, ролики будут расположены снизу вверх, ну сверху вниз, которые вот видео вот здесь наоборот, сверху вниз. То есть они именно от первого, если он был там 10 лет назад записан и к последнему. И вы действительно можете кликнуть на первый и смотреть по очередности или что-то пропускать, но вам все равно будет проще, вы будете последовательно их исследовать. Это что касается общего плейлиста. За ним я поставил ответы на вопросы. По воскресеньям я зачитываю комментарии, какие есть на канале, ну какие мне нравятся, я считаю интересными, назидательными. Или, естественно, если там есть ответ, вопрос, я даю какой-то свой ответ. По возможности, если могу понять вопрос, иногда так пишут, что ничего и не понятно. Ну и дальше идут уже сами ролики. Сами плейлисты конкретно вот по собранным. Ну давайте я кратенько анонсирую все-таки здесь. Первый я ставлю, конечно же, даже их не вот эта сортировка, так скажем, есть в ней глубокий смысл. Первый ролик это Бог, Иисус Христос, человек, мир, грех, зло и так далее. То есть здесь я собираю все ролики, касающиеся всего вот этого набора слов. И Бога, и человека, и сотворения, и мироздания, и сущности, природы бытия, время, вечность. Ну вы поняли, вот такой вот объем. Разделить их, вы знаете, я пытался Бога от человека отделить, кто знает, это невозможно. Бог всячески во всем моего образа и подобия. Максимум, что у меня получилось пока, я отделил это семья и брак. Хотя, если честно, кто знает, там тоже от книги бытия, от первой главы и второй, третий не отделишь. Ну, пока это вот так, может быть, что-то будет формироваться. Дальше у меня идет ролик пост. Это постоянство в любви. К кому? К людям, и к животным, и вообще ко всему Богом сотворенного, да? Это очень важно, потому что мы очень любим, а то мыкает, стыкаемся, а в чем наш... и потом любим поститься, а в чем суть-то поста? Надо разобраться. Дальше плейлист «Суть христианства», «Заповеди Иисуса Христа». Здесь они сокращены, я сам их, видите, не до конца вижу, но не страшно, да? Вот эти три плейлиста, они очень схожи. Может быть, я в будущем что-то буду менять. Это, конечно же, на день сегодняшнего выхода ролика, 19-го, 11-го, 19-го ноября 2011 года, 2019 года, это пока вот так. Как будет дальше, что-то всегда, и что-то меняю, что-то переделаю, пересматриваю. Но смысл где-то рядышком, да? То есть, по сути, вот эти три плейлиста, суть христианства, духовная жизнь внутреннего человека, где, я говорю, кто знает эти, рождение свыше, крещение, от духа, в воде и так далее. И жизнь во Христе Иисусе по его голосу в умном сердце, это где-то похожие ролики, и там даже порой эти ролики дублированы в этих плейлистах. Вот. Ну, с ними я еще поработаю, может быть, я их вообще объединю, чтобы не делить их, да? Да. Да и вот этот плейлист «Вера, надежда, упование, скорбь, долготерпение» где-то очень близкий. Хотя, опять же, любовь к ближнему, церковь, тело Христово, вы понимаете, все это тоже очень близкие понятия. И опять же, заканчивается все это чем? Телом Бога Иисуса Христа, его плоть и кровь, причастие, а это и есть церковь. Вот. То есть, конечно же, вот они, все вот эти ролики, то есть, вот это, да и вместе с постом, вот так вернее. А тут и семья, и брак подхватывает. Ну, вы знаете, суть учения Иисуса Христа о чем? В любви ко всему Богом созданному. По сути, это же, которому не идет потом патриотизм или переодетый национализм, убийство на войне, и на самом деле, что это никакая не любовь, они все связаны. Поэтому, по сути, все эти ролики, естественно, об истинном и простом учении Иисуса Христа, о любви человека к человеку и всему Богом созданного. Дальше. Библия, Писание Ветхого и Нового Завета. И это не просто Библия, в смысле, с того канала, нет. Здесь я вот тоже в свободной форме говорю, как описание, о его важности. Слово Божье оно, не Слово Божье. Как читать, сколько там заповедей, что-то такое, вот я всегда в этот плейлист собираю. Учителя и наставники, проповеди апостольства, ереси, секты, лжеучения, религии, протестантизм, православие, катарицизм, все здесь. В принципе, заканчивается весь этот раздел. Каким образом? Последнее время, антихристы, шестерки, апокалипсис, конец света и все такое. Естественно, что за этим идут, всем известно. Идет судилище Христова и суд Божий над всеми народами. Сначала судилище Христова, через тысячу лет над всеми народами. И по сути все. То есть, я говорю, здесь есть такой, конечно, и духовный смысл в этой моей подборке. Ну, вот эти два ролика, два плейлиста, не знаю куда деть, я их все-таки отделил. История, культура, искусство, литература. Ну, так я сделал. Там есть определенные ролики. И есть у меня стихи, это не я пишу, а которые мне нравятся. То есть, опять же, чьи-то стихи. Но и то, там по сути сейчас один ролик собранный. Их девять, кажется. Потому что сначала я их записал по одному, а потом собрал в один ролик. Ну, пока все там. Вот. Ну, тоже, кто интересный, все это посмотрит. Вот, в общем-то, так вот. Я вот анонсировал все это. Кратенько пусть. То есть, вы теперь разобрались, сможете смотреть. Всегда можно поделиться и самой вот этой ссылкой на сам вот этот вот раздел. Человек перейдет прямо вот то, что у вас на экране. Вот на это. Здесь все понятно достаточно, да. Вот, конечно же, можно поделиться отдельным плейлистом. Плейлисты можно, кто знает, добавлять себе, себе вот именно в разделы, на свою страничку. В эти плейлисты можно добавлять, я говорю, другие ролики. То есть, я вот просто это рассказываю тоже. Многие этого не знают. Может быть, кому-то это интересно. Кто-то хочет даже таким образом создать свой канал. делать какие-то выборки, где-то еще. Все равно на канал этого человека тогда будет попадать. Вот. Потому что эти ролики как будто становятся, так скажем, его, да. Что хочу сказать уже, в принципе, практически в конце. Ну, в принципе, по этим вещам я сказал. Кстати, маленькая фишка, кого интересует. Вот вы видите, у меня YouTube темная тема. Она делается в интерфейсе. Вот здесь вот ночной режим. Пожалуйста, вы его либо включаете, либо выключаете. В дневном режиме невозможно. Глаза устают. Ночной режим всегда удобно пользоваться, смотреть, читать. Ну, много читать в ночном режиме хуже. Наоборот, потому что текст белый. Но смотреть и вот так вот, видите, намного удобнее. Что хочу сказать? Ну, по поводу роликов. То есть, мои ролики можно перезаливать даже к себе на канал. Нарезать. И кто знает, я не против. Даже если уж хорошо их используют. Ну, слава богу. Но даже если моими роликами пользуются плохо, так скажем. Кто-то там что-то нарезает, как это говорит, поносит. Унижает, оскорбляет. Кто знает, кто-то может даже на себе испытывал. Я ничего таким людям не делаю. Даже если они у себя на канале там какие-то подкасты делают. Такое же было. Я видел. Мне показывали, как на меня делали. Я на этих людей, я никак им не мщу. Никаких действий не предпринимаю, кроме тех, как я, наоборот, в комментарии писал. Да, вот ссылка еще на весь, на целиком на канал этого еретика. И обычно такой ролик, кстати, даже явил, потом удаляли. Вот. А так, пожалуйста, в YouTube есть разные виды лицензий. У меня стоит самая распространенная, а как сказать, самая обширная. То есть, Creative Commons, SS ее называют двумя буквами. То есть, для повторного использования. Поэтому, ну, конечно, человек там может, кстати, изменить свои, так скажем, пожелания. И потом на кого-то нажаловаться. Но я этого делать не собираюсь. Как говорил апостол Павел, плохо или хорошо, если хоть как-то проповедует. Я за каждое свое слово отвечаю. Ни одного ролика практически за больше, чем три года присутствия в интернете, на YouTube я не удалил. Только по каким-то там техническим соображениям некоторым. Вот. Даже пусть я где-то в чем-то немножко меняется мое мировоззрение. А может быть даже немножко. То есть, я не скрываю своей жизни. Обо мне вы можете найти плейлист, где все со мной познакомитесь, все увидите. Вот. Поэтому тут сказать чуть-чуть что. Про контакты я все сказал. Все вы их найдете. Я говорю, для общения, для связи со мной, пожалуйста. Всегда все есть. На этом все. Не хочется долго и так 45 минут еще больше занимать ваше драгоценное время. Прибавить, убавить нечего. В принципе, я все сказал. Вот. Ролики стараюсь выпускать с какой-то стабильной периодичностью. Но так как я говорю, несколько каналов я делаю. Иногда у меня меняются приоритеты. Если я сегодня больше писал на проповеде, то завтра я или на следующей неделе решаюсь подтянуть или налечь. Я говорю, на канал там Библия или на что-то по лайву. Мне хочется поделиться, что-то записать. Или есть там беседы какие-то идут. Вот. Поэтому какого-то определенного графика нет. Я стараюсь, конечно, придерживаться. И в основном выпускаю их. Так заранее скажу. Даже несмотря на колокольчик, если вы поставите. Я на проповеди. Я стараюсь один ролик хотя бы в день выпустить. Не всегда получается. Выпускаю его в 12.00 по Москве. Ну что еще. Так, по-моему, все. Я с вами на этом хочу попрощаться. Надеюсь, до встречи на других моих видеозаписях, видеороликах, которые будут выходить или которые уже были. И вы возжелаете их посмотреть. Кому понравился этот ролик и любые другие мои ролики. Я говорю, предыдущие, которые вы будете смотреть. Или будущие, которые еще будете тоже смотреть. Ставьте лайки. Для меня это, как для любого автора канала, важно, чтобы знать реакцию. Кому ты служишь. Кому это приносит пользу, радость. Также все это. Любые реакции, любое действие на Ютубе. Это положительно сказывается на ранжировании канала, как это называется. На продвижение канала, на продвижение и на помощь и поиска этих и выдавание, выдачи в поисковых машинах Ютуба для людей, которые ищут эти ролики. Подписывайтесь, кто не подписан. Кто подписан и кто только подпишется, ставьте колокольчик. Жмите на колокольчик. Вам будут приходить все уведомления с тем, что происходит на канале о выпусках роликов, трансляциях прямых и так далее. Пишите комментарии ваши. Я всегда их с радостью, если что-то есть полезное, даже назиданием читаю. Ну, оскорбительные какие-то я всегда баню. А адекватную реакцию, критику всегда я воспринимаю, кто знает, тоже адекватно. Любые комментарии, даже простой плюсик или спасибо, тоже никогда лишним не будет. Как я вам сказал, это реакции и алгоритмами поисковых машин Ютуб, они воспринимаются. Это очень даже важно. Поэтому призываю тоже писать комментарии. Ну, если вам нравятся еще эти ролики, то можете ими, естественно, поделиться на своих ресурсах, в своих соцсетях, каких-то на своих страницах. Я говорю, вы их можете куда угодно перезаливать, можете просто добавлять целиком плейлисты, отдельные ролики. По крайней мере, с моим контентом вы можете что угодно делать. Ну, и в оконцовке приглашаю вас всех на свой сайт, авторский христианский сайт. Он является совокупностью всего моего творчества, всех этих четырех каналов на Ютуб. Вот там, как я вам уже показывал, нажав на вопросик, вы увидите обзор, и там вам станет все понятно. У меня на этом все. О своих контактах я сказал, их можно везде найти, в том числе в описании под этим роликом, под любым роликом. И вот везде места, где на канале, на сайте я вам тоже продемонстрировал, все показал. Пишите, звоните, добавляйтесь в друзья. Я всегда рад новым знакомствам, ну а там, как Господь усмотрит. На этом я с вами прощаюсь. Всех по-братски обнял, поцеловал. Всем желаю всякого-всякого блага в вашей жизни, любви, мира, добра, терпения, упования на Бога, всего самого наилучшего, все, что у вас в жизни было хорошо. И желательно, чтобы ничего вам за это не было. Всем пока-пока, до встречи в следующих роликах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok